Здесь этот лидер абсолютно ведет в стране с точки зрения мониторинга и ответственности отраслевых министров за работу в области энергозабвижения, энергоэффективности в своем хозяйстве. Потому что это абсолютно неправильно, когда 5 лет назад, я вспоминаю, было абсолютно, так сказать, улюдить понимание, что Министерство энергетики полностью обеспечивает энергоэффективность. Абсолютно не так. У нас в ТЭКе всего потребление энергоресурсов составляет примерно 35-40%, а все остальное – это 60%. Это промышленность, это транспорт, это ЖКХ, это социальная сфера. В части создания условий для привлечения инвестиций – это важное направление. Мы рассчитываем на расширение практики утверждения региональных требований энергоэффективности здания, строениям, сооружениям, а также многоквартирным домам. И рассчитываем, что доля регионов к концу года составит порядка 50%, которые внедрят такие требования. И, кстати говоря, в данной больниче мы сегодня видели достаточно большой спектр технологий, которых если сегодня не внедрять, то завтра мы получим несколько проблем с точки зрения учета, управления энергоресурсами. И, на наш взгляд, здесь уже к новому строительству можно приобретать повышенные требования, чтобы задавать совершенно главную философию с точки зрения управления энергоресурсами на будущее. Кроме того, хотел еще обратиться к коллегам, значит, вот по такому направлению светодиодное освещение. Мы в прошлом году выпустили постановление правительства, которое обязывает все регулированные компании, компания регулированных деятельностей, в том числе и на региональном уровне, включить планы перехода на светодиодное освещение до 2020 года. И процент к 2020 году должен составить 75 классов. Это утверждено в постановлении, и мы рассчитываем, что Татарстан тоже подключится к мониторингу, как исполняется это постановление в местах, как компании отражают этот показатель, какие они планы у себя, значит, строят для того, чтобы выполнить этот процент. И, на самом деле, это задача регулятора контролировать исполнение этого решения. Потом одна из серьезнейших тем, это индивидуальные тепловые пункты. Отрадуюсь, что сегодня действительно был презентован амбициозный проект, как до конца года перевести Казань полностью на УЗБ. Это колоссальный будет эффект, и мы рассчитываем, у нас сегодня нет ни одного региона, который вот такой, у нас весь город такого масштаба на УЗБ. Переведенный на это к нам, это, конечно, очень важный с точки зрения примера для всех стран. Это можно рассчитывать, что после зимнего периода в следующем году можно будет подвести истоки, какой экономический, технологический эффект получен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...